В Беларуси изменились сроки вступительной кампании для целевиков. Подавать документы и проходить собеседование они будут с 27 июня по 2 июля. Экзамены пройдут с 4 по 10 число середины лета. Зачисление успешно прошедших испытания по 12 день второго летнего месяца. После окончания учебы обязательная отработка без изменений – 5 лет. В стране владельцы потенциально опасных пород собак должны будут пройти специальный курс. К слову, существует повышенная ставка налога для этой категории. Законопроект содержит основные требования по обращению как с животными компаньонами, так и с лабораторными и служебными четверолапыми любимцами, которые используются в культурной деятельности и спорте. Выставка бабочек «Порхающие цветы» работает в Бобруйском художественном музее. На ней представлены разнообразные виды со всего мира. Гости могут увидеть и других, как дневных, так и ночных насекомых, обитающих в тропических лесах и полярной тундре. Экспозиция доступна для посещения до 31 мая по адресу улицы Социалистическая, 100. Время работы с 11 до 19 часов. Стоимость билетов от 3 до 6 рублей. Бобручанка Полина Ромасенко участвует в областном финале конкурса «Я патриот своей страны» и представляет среднюю школу номер 28. Она учится в классе МЧС, присоединилась к почетному караулу и несет вахту памяти. Итоговый этап собрал в Могилеве около 30 старшеклассников со всего региона. Лучшие представители молодежи борются за право стать участниками белорусско-российского проекта «Поезд памяти-2024». На днях после зимней паузы в Бобруйске снова заработает кикшеринг. На городских улицах уже появились 60 электросамокатов одной из компаний. Стоимость поездки от 25 копеек за минуту. Пользователям доступно два тарифа – для новичков и спорт. Также в новом сезоне действует выгодная услуга подписки. Период действия можно выбрать. На 7 дней 4 рубля, на 30 дней 10.